Начнём наше служение с молитвы. Господь наш великий Бог, просим Тебя сейчас Твоего благословения и Твоего присутствия здесь, потому что мы собрались во имя Твое, Господи, и уповаем на Тебя, на Твое обетование. Просим Тебя говорить через братья, уста братьев Божьего, и к нашим сердцам, чтобы наша жизнь, наше поведение всё изменялось, Господи, всё преобразовывалось в образ Твой, Божий мой. Я прошу Тебя, благослови. Благослови Тебя, кто будет петь и рассказывать стихотворения, чтобы всё было во славу Твое от всего сердца нашего. Тебе за всюду будет слава. Аминь. Перед Вами новая дорога. Ждут Вас испытания и труд. Берегите, дети, веру в Бога. Берегите сердце, чистоту. Враг лукавый хочет Ваши души обмануть, украсть и погубить. Только тот, кто Бога будет слушать, враг вреда не сможет причинить. Помните, как мама Вас учила самых первых детских Ваших лет, что в молитве только Ваша сила, что без Бога в мире счастья нет. Берегите, дети, веру в Бога, как подарок самый дорогой. С ней пройдёте трудные дороги, а на небе ждёт Вас вечный Бог. Звучит песня. Божьим потоком мы ждём, Божьим потоком мы ждём. Благословения и пороки всё освежат, заживя, библий холмы и дороги жизнью опять закипят. Благословения, степа поются дождём, падают капля за каплей, Божьим потоком мы ждём. Благословения и пороки Господи, Господи, слышим, прошли, дождём твой беды одинокий, словом больных и всели. Благословения, снегом поются дождём, падают капля за каплей, Божьим потоком мы ждём. Благословения, Благословения и пороки нам наполняют бездом, Чувствуем наши поруки, падаем весь мир Христом. Благословения, с неба поются дождём, падают капля за каплей, Божьим потоком мы ждём. Благословения и пороки Бог в своё время мощной, если во свете мы ходим, если он сам и живёт. Благословения, Благословения, с неба поются дождём, падают капля за каплей, Божьим потоком мы ждём. Приветствую вас, дорогая церковь! Сегодня у нас необычный хор. Сегодня у нас в хору учителя воскресной школы. В начале воскресной школы, в начале учебного года мы хотим послужить для вас, дети, и вместе с вами прославить имя Бога. Сегодня у меня есть одна тема, с которой я с вами хотел бы поделиться. И так как сегодня, в принципе, служение воскресной школы, поэтому я хотел, чтобы участвовали дети, подростки. Я хотел бы знать ваше мнение также на некоторые вопросы. Итак, сегодня я хотел бы прочитать вместе с вами место, которое записано в послании Иакова, 4 глава, 4-5 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. «Дружба с миром есть вражда против Бога». И вот такой вопрос для всех нас. Особенно, как я уже сказал, даю возможность подросткам ответить, кто такой друг? Как вы можете объяснить несколькими словами это понимание, друг, кто это такой? Сейчас буду спрашивать. Лесли, как ты думаешь? Хорошо. У кого есть друзья? В хору кто-нибудь может? Маша, кто такой друг? Человек, на которого ты можешь положиться. Проверенный человек, да? И кто еще как думает? Да, Полина? Человек, к которому ты придешь на помощь, да? Хорошо. Еще какие есть ответы? Человек, которого ты знаешь. Ну, опять же, знаешь, насколько сильно, да? Вот можно много знать людей. Близко знаешь. Хорошо. Андрей, кто такой друг? Славик решет. Славик решет вдруг всем, да? Если мы говорим друг, значит подразумеваем Славик решет. То есть я с вами согласен, близкий человек, но это не просто человек, которого мы знаем, да? Это не просто, которым я даже каждый день вижусь, а именно человек надежный, проверенный, которому я могу доверить свою жизнь, доверить какие-то личные вопросы, личные переживания. Согласны со мной? И это человек, дружба с которым проверено годами. Когда даже трудно, он всегда будет рядом, да? Давайте посмотрим, что Писание говорит о дружбе. Это записано, место записано, притчи 17 глава, 17 стих. Притчи 17, 17. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Он любит во всякое время, да? Даже когда хорошо, когда весело, бывают праздники, приглашаешь много друзей, а когда тебе трудно, когда у тебя проблемы, кто из друзей остается? Самый близкий, самый надежный, друг остается. И вот сейчас вот этой мыслью я хотел, чтобы мы с вами продолжили рассуждение. Есть друг, а есть просто знакомый, можно сказать, приятель. Вот приведу пример, в школе, да, у вас есть знакомые, с которыми вы в одном классе учитесь, вы их знаете, как их зовут, вы с ними здороваетесь, даже иногда общение есть. На работе у нас есть наши знакомые, да? Но друзья ли они? Не всегда. Согласны со мной? Видите разницу, знакомый, приятель, либо друг. Кто же такой друг? Близкий человек, близкий, с которым у нас есть общие интересы, с которым у нас есть общие взгляды на жизнь. Хорошо. А вот люди, знаете, я когда в Америку приехал, это было очень-очень давно, и я еще, ну для меня как-то удивительно было, и я тоже, ну вот как-то ко всем, ну значит друг, если он со мной общается, да, если он со мной в близких отношениях, я вот как-то начал наблюдать, я как-то один раз встретил такой случай, это было уже на работе, я тогда только устроился, и вот там две девушки говорят, это мой best friend. Я думаю, вау, здорово, когда есть best friend, да, вот они друг другу говорят, это мой best friend, а на следующий день они поссорились, они говорят, я тебя ненавижу. Думаю, ну, а мелочь какая-то была. Вот вы знаете, и вот тогда и думаешь, был ли это best friend или не был. Когда человек может сказать слова, что я тебя ненавижу, ну мне кажется, это достаточно сильные слова, чтобы сказать их человеку. Так вот, лучший друг. Кстати, никогда не говорите такого слова, что я тебя ненавижу. Есть люди, которых мы знаем, но у нас с ними могут быть разные интересы, разные взгляды на жизнь, но мы с ними встречаемся. Есть у нас друзья-христиане, христиане-друзья. У нас общий взгляд на жизнь, у нас фундамент нашей жизни Иисус Христос. Фундамент нашей жизни Иисус Христос. Это наша жизнь. И если мы находим себе друзей в церкви, вот наша воскресная школа, подростки находят себе друзей в церкви, вы на правильном пути. Почему очень опасно дружить с людьми с мира? Да, вот вы понимаете, что мир – это грешный мир. Писание говорит о грешном мире. Почему опасно дружить с таким миром? Как вы думаете? Потому что друг влияет. Очень интересно, что хочется, чтобы я повлиял, хочется показать свой пример. Вот я христианин, давайте ходить в церковь, но, к сожалению, к нашему большому сожалению, зачастую бывает наоборот, что неверующие друзья влияют на нас. И поэтому очень опасно иметь неверующего друга. Как они влияют? Вы знаете, Писание нам говорит, что неверующему человеку, грешнику, легко жить в этом мире. Легче, чем христианину. Вы согласны со мной или нет? Согласны или нет, что грешнику в этом грешном мире жить легче? Потому что он свой. Кто-то обманул, кто-то обозвал другого человека, и он забыл. А мы, христианская наша душа, переживает и мучается. Мы просим прощения, мы стараемся больше так не делать, мы исправляем свою жизнь, переживаем об этом. И поэтому, когда мы общаемся с людьми, с друзьями неверующими, мы видим, как они поступают день за днем, и мы можем тоже это подхватить. можем тоже так же начать поступать. И это очень опасно. Так вы скажете, ну что же, Виктор, нам вообще не общаться с людьми неверующими? Как нам теперь закрыть свои глаза на неверующих людей, не подходить к ним? Вы знаете, мы должны, мы должны общаться с людьми, особенно с неверующими. Мы должны иметь открытое сердце. Мы должны быть, мы должны быть готовы к общению с ним. Есть такое место в Писании, говорится, что Христос был друг мытарям и грешникам. Друг мытарям и грешникам. Он с ними ел и пил и возлегал. Так что же, ну вы скажете, Христос не общался? Он общался. Он общался с грешниками, написано, с мытарями. Но для какой цели, кто мне скажет? Для какой цели? Потому что ему нравилось с ними поговорить о чем-то, о погоде, о природе, или просто нравилось с ними время провождения. Для какой цели Христос общался с мытарями и грешниками? Для какой? Да, для того, чтобы проповедовать им Евангелие, правильно? Для того, чтобы открыть им истину. Настоящие друзья Иисуса Христа, которые помогали ему в этом, в его жизненном пути. Вы помните, он брал с собой учеников, когда он поднимался на гору молиться. Он знал, что они его поддерживают, потому что у него с ними был один взгляд на жизнь. Христос себе друзей истинных выбирал именно с этим же фундаментом, с этими же взглядами на жизнь. Христос наш друг. Иисус Христос наш друг. Мы это с вами знаем, мы слышим это каждый день. Мы слышим это с кафедры. Христос наш друг. И он любит нас. И он любит нас до такой степени, что он нас ревнует. Это не мои слова. Смотрите, мы читаем с вами Иакова 5 стих. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит Дух, живущий в нас. До ревности. Я раньше думал, ну ревность, ну разве это хорошо ревновать? Ревность. Хорошо, я так, ну я продолжал размышлять, я становился старше, может быть чуточку мудрее. Появился у меня сын, он становится старшим. И вы знаете, когда он приходит со школы, он приходит с садика, я прихожу с работы. Я подзываю его к себе и говорю, Миша, расскажи мне, как твой день прошел, поговори со мной, что интересного было. А у него игрушки, он поворачивается, ему важнее поиграться, побежать куда-то, там сестричку подогонять за ней. Он отворачивается, убегает, а у меня такая тяжесть на сердце. Я говорю, Миша, я же тебя не видел весь день, хочется хоть пять минут поговорить с тобой. Поделись со мной своими переживаниями, хоть что-то мне расскажи. И вы знаете, у меня ревность такая, к этим игрушкам, к всему остальному. И вот я так задумался. А вот как Христос, да, как Господь, ревностно любит нас. Когда мы уходим, может быть, с какими-то делами, заботами в мир, да, вот у нас там работа, у нас учеба, у нас другие дела, все нужно делать, все нужно успеть. А когда же мы встанем на колени и помолимся? Когда же мы с вами сядем в нашей комнате и почитаем Слово Божие? Когда мы порассуждаем о нашем Небесном Отце, об Иисусе Христе, о друге нашем? Писание говорит, да, ревность любит. Та же самая ситуация, только еще больше любовь. Нет такой любви на земле, какой любовью возлюбил наш Отец Небесный. Еще большая любовь, еще большая ревность, как любит нас Господь. Родители, имеющие своих детей, для вас это должно быть особо понятно, что такое любить с ревностью. Это не эгоистичная любовь, когда я о себе, о себе, я, я, а просто это мое, это мы дети Божьи. Хотя бы несколько минут, конечно, лучше больше, но хотя бы несколько минут мы должны уделять общению с Богом. Если же нет, то давайте остановимся и подумаем, друзья ли мы Христу, друзья ли мы Богу. Может быть, мы называемся такими, а на самом деле у нас времени нет. Итак, я хотел бы закончить словами, которые записаны в пятом стихе. Говорит Писание. В пятом стихе есть такие два слова. Говорит Писание. Писание – это Библия. Чтобы знать, что оно говорит, это Писание, мы должны его читать. Мы должны узнавать, вникать, чтобы знать, что хочет нам сказать наш друг Иисус Христос. Имейте друзей среди верующих, имейте друзей христиан. Это будет делать вас сильнее, это будет вас поднимать выше и выше, вы будете помогать друг другу. Но в то же время не оставляйте, общайтесь с людьми неверующими, общайтесь с ними для чего? Для цели проповеди Евангелия. Если ваши знакомые не знают, что вы христианин, вам нужно что-то изменить. Если ваши одноклассники не знают, что вы христианин или христианка, вы должны что-то изменить. Начать молиться перед обедом, читать Писание, читать Библию, делиться своими переживаниями о том, что вы услышали воскресенье с кафедры. Люди, которые вас знают, ваше имя знают, они должны знать, что вы христианин. Имейте друзей среди христиан, среди верующих, читайте Писание. И вот о Писании, о Библии мы хотим сегодня вам рассказать с нашими учителями воскресной школы. А сейчас я хочу пригласить нас всех помолиться и прославить имя Бога. Аминь. И как Богу не дана, хоть воноше дана, вспоминаю и минувшее на ночь. Почитала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно хорошо. Песня. 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 Библия, книга Божия, в сердце мое всегда. Дивная книга Христова, Библия, книга Библия, вечная Господа Слово. Библия, книга Библия, лучшая книга среди земли, я не расстанусь с ними на миг. Библия, книга Божия, в сердце мое всегда. Библия, книга Божия, в сердце мое всегда. Не будет грех успехом тебе в твоих дерзаниях, знаком ли ты с аптекой священного Писания? Там есть таблетки кротости, микстуры милосердия, горчичники от робости и витамин усердия. Для утешения зрения, чтобы видеть свет божественный, глазная мазь, смирение, дает эффект существенный. Врач из небесной области идет к богоискателям, чтобы катаракту гордости исечь духовным скальпием. Имъекция терпения нередко Бог использует, чтобы не случилось с кем-либо несчастье, как с Озою. Настойка воздержания бывает им прописана, чтобы не разбить скрижали нам, когда хулится истина. Друг, чтобы не стать калекою у пропасти погибели, воспользуйся аптекою, чудотворящей Библию. Аминь. Библия моя, библиотека, Библия моя, аптека, Библия бездна, богатства, Библия счастья, царства. Песня. Если бы Библию Бог непесал, Каждый из нас несчастным бы стал. Кто без нее Иисуса узнал, Кто бы нам вечно Господь указал. Если бы в Библии Бог не писал, Каждый из нас несчастным бы стал. Кто бы из нее Иисуса узнал, Кто бы нам вечность пусть указал. Библия Госпятая, Библия Жизненная, Библия Вечный Свет, Библию в праздных ступнех. Библию каждый читай, Близких забей и спасай. Время не тратно пустое, Вникай в Слово Святое. Библию каждый читай, Близких забей и спасай. Библия не тратно пустое, Вникай в Слово Святое. Библия Бога открыла, Библия мир просветила. Библия идет в жизнь вечной, Библия не будет беспечной. Библия скоро возьмется, Дух от земли вознесется. Церкви Божьей не станет, Всем суд Божий достанет. Библия скоро возьмется, Дух от земли вознесется. Церкви Божьей не станет, Всем суд Божий достанет. У деда внук был, Маленький мальчишка. Любил он деда крепко, С ним дружил. Однажды, наклонившись к деду низко, Он неожиданно его спросил. Скажи мне, дед, Как для Иисуса жить? И дед ответил, Голову склоня, Во-первых, все обиды позабыть, А в остальном, Смотри лишь на меня. Промчались годы, И мальчишка рос. Дед жить учил делами и советом, Он поступал так, как учил Христос, Живя по слову и его заветам. Во всем примером он для внука был, Но яркий мир стал мальчика манить. Со временем он просто позабыл, Что так хотел для Иисуса жить. Он к деду очень редко приезжал, Совсем стал взрослым, Весь ушел в науку. Дед старым стал, И в мире умирал, И попросил, чтоб написали внуку. Внук все оставил, Он спешил, успел. Он знал, как дед его любил и ждал, Тот долго так на внука посмотрел. Ты видел, только и сказал. И вмиг все изменилось в его сердце, Он вспомнил детство, деда и себя, И свой вопрос, который задал в детстве. И тот ответ, смотри лишь на меня. Вы подражаете мне, как я Христу. Сумеем ли мы так сказать однажды, Чтоб люди шли за нами, как Христу, И чтоб спасение обретал там каждый, Чтоб не были мы камнем преткновения Для новообращенных христиан, Чтоб наши встречи, радости, мгновения Не оставляли в душах ближних ран. Чтоб поступали мы благопристойно, Не только там, где любят нас и ждут. Мы звания должны нести достойно. Нас в мире христианами зовут. Аминь. Как узок разум человека, Чтобы постичь дела твои, Историю от века и до века Вертишь своей рукою ты. Премудрость, слава и величие В тебе, Господь мой Бог святой, И разве может безразличным Творение остаться при тобой? Мне многое бывает непонятно, Что совершаешь ты во мне, Как удаляешь безвозвратно, Что так давно живет во мне. Ты знаешь, как кузнец творящий, Когда в печи орудие свое Добила накалить огнем горящим, И вовремя ты извлечешь его. Потом возьмешь ты в руку молот И станешь бить, ровнять углы, А после окунешь орудие в воду И снова накалять в печи, Пока не закалит орудие И не понявится в нем блеск, Не уставая, ковать будет Свое творение кузнец. Я полотно, а ты художник, И, взяв искусно в руку кисть, Желаешь свой незримый образ На полотне том отразить. Я просто глина, Ты горшечник, Слезами глину размягчишь, Кружало ты рукою вертишь, Сосуд из глины мастеришь. Потом тот глиняный сосуд Ты закалять в печи начнешь, Достанешь, просмолишь его, Потом для дел своих возьмешь. Металл ли, полотно ли, глина Не могут сами без себя Не стать мечом или картиной, Или слепить что из себя. Так человек не может ничего без Бога, Лишь мы. Так человек не может ничего. Без Бога мы лишь просто глина, Лишь медь звенящая, Пустое полотно. Без Бога мы никто, ничто. Так дай нам, Бог, Быть глиной мягкой, Металлом крепким, Белым полотном, Чтоб было мастеру приятно Художником быть нашим И творцом. Желаем, чтоб незримый образ Твой Был отражен на нашем полотне, Чтоб быть в руке Твоей мечом, Чтоб мог употребить Ты нас везде. Держи нас Своею крепкой рукой, Твори из нас орудия Твои, Чтоб вслед, во след идти нам за Тобой, Чтоб Ты доверил нам дела свои, Чтоб все желания Твои исполнить, Чтоб много перенести плода, Чтоб сети рыболовные наполнить, Как у апостола Петра. Благослови, помажь своим елеем, Управь сердцами, Направь стопы нам, С Тобой, Христос, Мы все преодолеем, Лишь к небесам стремимся, К небесам. Аминь. В жизни полной суеты Мы погрязли в мелочах, И проблемы, и дела Мы решаем целый день. Ну а вечером едва Землю осветит луна, И погаснет солнцесвет, Мы спешим уж на ночлег. Так отвлекают дела Времени нет у нас, Чтобы Христу посвятить Хотя бы день, Хотя бы час, Сотни мелких светил Нам заслоняют свет Единственный, важный свет Иисуса Христа В этой жизни суетной Мы не торопимся домой Но когда придем туда И увидим там Отца Горько будет сознавать, Что часы и даже дни Мы могли Христу отдать Только где теперь они Так отвлекают дела Так отвлекают дела Времени нет у нас, Чтобы Христу посвятить Христу посвятить Хотя бы день, хотя бы час Сотни мелких светил Нам заслоняют свет Единственный, важный свет Иисуса Христа Единственный, важный свет Иисуса Христа Мы рады быть здесь И приветствуем вас В имени Иисуса Христа Он Господь всех Господь Вы знали это? Что Он Царь Царей Это ваше сердце радует? Kind of interesting I talk to people sometimes About the truth of Christ And they talk about Their salvation Разговаривая с людьми О их спасении Или о истине Благовествования Они говорят о своем спасении Они знают Его Как кого-то, кто дал им Вечную жизнь И они понимают Что через веру Это происходит Но когда мы начинаем Talking about Some of the details Of Scripture The idea of Him Being Lord Seems to disappear Но часто Когда смотрим Писание То идея То, что Он Господь Она как-то исчезает Что я имею в виду? Если я его знаю Как своего Спасителя Я пережил спасение Это значит Мои грехи были прощены И я на пути В небеса Я на пути в небеса Если Он Господь И это значит Что Он должен Говорить мне Как мне жить Я думал сегодня Об очень важной вещи Jesus is the king Of a kingdom Иисус Он царь царства Not the king Of a nation Не просто царь Какого-то народа But a kingdom Но царство И его царство Она находится Внутри народа Где проповедуется Евангелие В народах Где его царство Присутствует То в этих народах Они голосуют За своего президента Или царя Но в царстве Иисуса Христа Там нету Голосований Он просто говорит Как нам жить Если возьмем Например демократию Где Америка Говорит что они живут По этим принципам Америка Он показывает, что если он является нашим царем, he's made all the rules, и он делает эти все правила, and he's the judge of how we live those rules up. И он также является судьей, он определяет, как мы живем по этим правилам. And one of the things we discover about our Lord is that we don't have a Bill of Rights. И когда мы с этой стороны посмотрим на нашего Господа, то у нас нет этих прав. For us who are in Christ, we have a relationship with the living God through what Christ accomplished. And it's a very meaningful relationship because it's constant. Have you ever noticed how God is instant? You know what I mean by that? We have instant all kinds of stuff. But God is instant. He's constant with us everywhere. And there's a reason for that. He's not a king who gave us rules that we are to obey. But he's a king who gave us the rules that we are to obey, and he walks with us to guide us through those times where we need to hear him and follow him. Он дал нам правила, которые мы должны исполнять, и он идет рядышком с нами и дает возможность исполнить эти правила. In our world, where we live, we put policemen here and policemen there. And if they get a phone call, they go to wherever the trouble is. они определяют сразу, где происшествие или проблема. But God is instant. Но Бог, Он является самым мгновенным Богом. He has given us, through the work of Jesus Christ, His Spirit. И Он работает через Иисуса Христа и через свой дух. So that wherever we're at and whatever we're experiencing, He's there to guide us through that moment for His glory by being kingdom people. Так что если мы находимся в любой ситуации и проходим через какие-то испытания, то Он находится с нами и дает нам эту возможность пройти через это. That is very important. Это очень важно. I have found it's almost impossible to live in the kingdom of God. As a matter of fact, I find it impossible to live in the kingdom of God without that relationship. All of us know about this word prayer, right? You know what prayer is? Aren't you glad for prayer? Before I talk about prayer, let me talk about a little statement that has become very meaningful to me. I like to quote, and I've heard many people quote this simple little passage of Scripture. All things are possible with God. That which is impossible with man is possible with God. You've read that, right? You've heard that, right? This means yes. So it won't hurt you to put your head up and down a little bit. You get your neck some exercise. That's not true. It's not true. It's not true. Unless we obey Him. You see, we take these little phrases sometimes and we close God in. God has an activity, a walk with His people. He's ready to do the impossible with us. He's ready to do the impossible with us. not for us. He walks with us and He talks with us. That's prayer. It's a constant thing. We don't just jump out of the bed and get on our knees and pray. At the end of the day we get by side of our bed and pray and go to sleep. God is instant. 24 hours a day. He wants to walk with us. He wants to talk to us. He wants to guide us through life. The impossible is possible with God as He guides us through life. Now, you believe that, don't you? Now, you don't have to say yes to that. You could say no and you could say I'm not sure. but let's think about something. Jesus made a marvelous statement. Jesus He said I'm leaving and it's important for you that I go for when I go I'm going to send the promise of the Father the Holy Spirit for you. And what's He going to do? Why does Jesus send the Holy Spirit? to teach us? Ah! What does He teach us? Very important word. What does He teach us? Очень важное слово. Чему Он нас учит? The truth. Okay, that's part of what He teaches us. Jesus says everything. Everything. If we listen it's amazing how He teaches us. As we're growing up we go through different grades in our school experiences. We're learning growing maturing in our learning experiences. at the moment of salvation that's what the Holy Spirit begins to do. Taking us through the schooling experiences maturing us. Do you remember what Paul said to the Corinthians? I had some milk for you that I wanted to give you. No. I had some meat for you that I wanted to give you. He said I wanted to give you meat so that you could eat it. In the beginning he said that it's milk but he did. But you weren't mature enough to experience it. But you weren't mature enough to experience it. I only could feed you a little milk. So I wanted to feed you a little milk. How many of us this evening would find us having a little milk. Not because we couldn't go on in a greater maturity in our life but we have the wrong dependence upon God. We need him to lead us through our experiences listening to what he's saying to us guiding us in the truth. I have a verse of scripture I'd like to read for us. Romans chapter 1 verses 16 and 17 For I am not ashamed of the gospel for it is the power of God for salvation to everyone who believes to the Jew first and also to the Greek for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith as it is written but the righteous man shall live by faith. Now we look at the second part of what Jesus said when the Holy Spirit comes. He will teach you all things and he will remind you of what I have taught you. Now why would he say that the Holy Spirit would teach us all things and remind us unless we're going to listen. That's the most wonderful part of our prayer life. Listening to God listening to what he has to say to us. We bring him a problem. and he hears us and we say Lord we need you to help us get through this problem. And then he starts to talk to us if we are listening. But if what we have done is brought our prayer requests to him and we just leave it with him trusting him and expecting him to take care of the issue. We can't hear him. We have to anticipate he's going to do what he said. A beautiful example Jesus gives us in the Sermon on the Mount he said there was a man who came to the altar to give a gift to God. I don't know what the gift was and you don't either. but what was happening at the altar was extremely important to us. In that time of prayer as he was saying to God here I am I'm a good man I'm bringing you this gift God taps him on the shoulder and says something to him remember what it was you have offended somebody and the man left his gift there he walked over whoever this man was and made it right and came back and offered his gift let me just share something with you I have talked to people who have told me something that I can't imagine they really are saying what they say I prayed to God and then this very negative thing came to me it was not what God would do it was something the devil would do so I think about the man who Jesus talks about in Matthew 5 here's this man praying suddenly he hears you've offended this person you need to make it right listening to what some people have said it might go like this why that man said something that was evil and it hurt my spirit that's what I did to him what I did he said bad things about my wife therefore I had a right to let him know he was out of place you see the devil was talking to me not Jesus that's where we get in trouble sometimes what God wants when he speaks it seems so far away from what we think God would have us do and that's why sometimes we don't hear God's answer because we're thinking we're right and they're wrong and God's saying make it right it's speaking he's talking to us well they've given me only so much time and I'm past it but thank you for my opportunity to share with you the power of the gospel is let me give you this little scenario I have found out that I was born with the flesh anybody here ever discover that about yourself the rest of you are yet to learn that I also found out as I walked through life that there is an influence of Satan always trying to disrupt me and get me off course with what God wants so there's both my flesh and Satan at work trying to destroy the gospel so let's make sure we understand the gospel the gospel in our understanding has to go beyond the crucifixion it must go beyond the resurrection it it must come down to the practical reality of what Jesus taught us Jesus was preaching the gospel long before he was ever hung on the cross so 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 the gospel has to take on a bigger picture it must become the picture of the master talking to his people when someone strikes you on one cheek you turn the other when somebody asks of you you give to them if they force you to go one mile go two we're talking about the gospel so now we can understand the flesh and we can understand satan and we can understand the power of the gospel as I'm walking through life there's somebody who does offend me if I'm offended by what they do and my flesh wants to fight back and defend itself because I'm interested in families I find that many homes have that problem so the flesh is saying claim your rights you shouldn't be treated like that but because the Holy Spirit is present he speaks to me and he guides me through that moment so I don't lash out but I yield to the will of God and bless that person in that moment of obedience to the Holy Spirit how much power does my flesh have in my life how how much how much zero so the Holy Spirit comes he's trying to influence me to get off track with what God wants in my life he tries to get me to focus on all the problems and things that we should be fearful of in the world but the Holy Spirit comes alongside me begins to talk to me and guide me through those moments so that I see the kingdom in the way of the Father how much power does Satan have when I obey the Holy Spirit zero but as I'm walking through the life and somebody does something to me that would be offensive to me and I know what Jesus wants because the Holy Spirit is faithful but in that moment I take up an offense and I react to them how much power does the Holy Spirit have in my life zero the power of the gospel is based on our obedience to the voice of the Holy Spirit and it cannot be any other way we live in a kingdom and the king has said this is so there are no excuses there's no blaming there's submission to the Holy Spirit and finding the power of God let us pray помолимся братья сестры вам бывает когда нибудь грустно бывает грустно что мы делаем когда мы грустим я думаю продолжение нашей темы о библии я хочу зачитать одно место записанное псалме 118 105 стих где сказано такие слова слово твое то есть библия светильник ноге моей и свет стезе моей советую любому каждому человеку если вам грустно если вам нехорошо возьмите библию начните читать евангелие и господь начнет вам открывать все вещи по новому слава ему за это я буду петь эту песню со своей дочкой которая находится в германии ее нет сейчас здесь но я думаю вы поймете почему я это говорю если мне грустно порою в сердце немая тоска если я плачу душою то чтобы утешился я снова прочту слово его оно живительно дивно борьбе с грехом если гроза надо мною будет стоять много дней если я плачу душою то чтобы укрыться от ней снова прочту слово его оно живительно дивно борьбе с грехом дивная книга Христова делится взгляд если я плачу душою то чтобы жизни был рад снова прочту слово его оно живительно дивно дивно борьбе с грехом дивная книга Христова вечной души идеал в ней нахожу я все ново сердце Христос засиял слово прочту слово его оно живительно дивно борьбе с грехом слава богу братья монитор можно погромче чуть-чуть я почти не слышу вторая песня которую я хотел исполнить она подходит ко всем темам она не о Библии но она о самом главном о нашем Иисусе Христе который когда-то пришел на эту землю пострадал на Голгофском кресте и мы читаем слово записанное 1 Коринфянам 1 главе 18 стих где говорится ибо слово о кресте для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила Божия как вы думаете вот этот крест который мы видим с вами почему он пустой на нем нет никого но мы поем о кресте потому что на нем когда-то висел Христос его там нет он воскрес и мы с вами воскреснем братья и сестры если будем служить ему доверять ему свою жизнь на далеком холме среди деревьев и скал сквозь седые века старый крест крест простоял миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли там однажды был я старый крест старый крест не броский но лишь в нем сила сила есть сила есть сегодня может он исцелять разбитые больные сердца каждому пришедшему открыть небеса между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит разделяя собой хочешь верь хочешь нет слушай слово творца крест единственный мост от земли в небеса в небеса старый крест старый крест неброский но лишь в нем сила есть сила есть сегодня может он исцелять разбитые больные сердца сила каждому пришедшему открыть небеса в небеса в небесах в небесах в небесах сила крест по м сила сила как и сила сила У подножья креста на далеком холме я увидел Тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, А в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест, старый крест неброский, но лишь в нем Сила есть, сила есть сегодня, может он Исцелять разбитые, больные сердца Каждому пришедшему открыть небеса. Старый крест, старый крест неброский, но лишь в нем Сила есть, сила есть сегодня, может он Исцелять разбитые, больные сердца Каждому пришедшему открыть небеса. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Радость будет навсегда, Не смутит нам никогда. Если будем доверять Иисусу, Болю Божию научимся творить. Если будем доверять Иисусу, Постоянно взор в небо возносить. Если будем доверять Иисусу, Разветлеет путь до дна. Радость будет навсегда, Не смутит нам никогда. Если будем доверять Иисусу. Слава Богу! Благодарим! Объявление, я думаю, что утром все прозвучали. Не забудьте, что в среду у нас собрание. Приходите, мы будем молиться. Молиться загонимых христиан за то, Что Бог дал бы руководство, Скажем так, служителям нашей церкви. И также мы будем продолжать разбор Второго послания Иоанна. Семья Гавриловых выражает свою благодарность. Если вы помните, мы молились несколько раз о том, Чтобы нашлась их скрипка. И слава Богу, нашлась у них скрипка. И они хотят поблагодарить за это. Господь Иисус, великий наш Бог, Благодарим Тебя за то, что Ты пребывал с нами И так чудно говорил к нашим сердцам. Ты говорил нам о том, как важно иметь друзей, И что Ты наш лучший друг, Господи. Слава Тебе! Слава Тебе за то, что Ты наш также Господь и Бог, И за то, что Ты руководишь нашей жизнью, И что Ты послал Духа Твоего, Святого, сюда на землю, И для того, чтобы Он давал нам силы в борьбе с грехом. Но дай нам также быть послушными Ему, Послушными и чуткими быть к Его голосу, К тому, что Он говорит через Слово Свое к нам, Господи. Я прошу Тебя, благослови. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты благословил сестру Лену, Их семью с братом Василием, И они нашли ихнюю скрипку, Господи. И теперь они радуются и могут прославлять Тебя Игрой на этом музыкальном инструменте. Также просим Тебя благословения Твоего брату Петру и Вадиму В ихнем возврате домой. Просим Тебя, благослови их в этом пути, Храни их в руке своей, Боже мой, Даруй, чтобы они благополучно приехали домой И видели своих семей, своих близких и друзей. И мы их будем рады также видеть. Просим Тебя, Господь, во имя Твое, Благослови также и в эту предстоящую рабочую неделю. Прошу Тебя, даруй нам силы, мудрости, Постоянно думать о Тебе, Размышлять о Слове Твоем, Господи, Применять его в жизни нашей. Просим Тебя, Господь, Если Ты не поможешь, Если Ты не сопосудствуешь нам, Мы ничего сами и не сможем сделать, Господи. На Тебя мы уповаем, на Тебя надеемся. Слава Тебе за все. Аминь. С миром Божиим, братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова